всем привет всем привет я уже иду с ей не хотел эти думаю ира иди ленивая жопа все занятия так сколько минут осталось но потренировалась да так хорошо кстати пойти и заниматься не хочется зато записалась на встрече такой у меня нервный нервное состояние как говорится лунда и затмение дает у себя зная дать не 25 короче есть такие события моей жизни которых не могу вам рассказывать очень зависит от них мое будущее в испании да но прошу вселенную чтоб все случилось наилучшим образом не поддаемся панике держится друг за дружку вы за меня я за вас как-то называть надо говорить так пусть все случится наилучшим образом пусть вселенная позаботиться обо мне пусть все случится наилучшим образом и что все наши проблемы разрешили сами по себе без нашего так сказать нервного переживания и участия так работает у меня было много раз такое что все расходились тучи расходились и все было хорошо моей жизни так а я иду к меркодону хочу купить фарш и нажарить вкусных котлеток лет не жарила наверное год не жарила котлеты если честно ехала домой ветер сильный поэтому нет возможности снимать на улице снимая во дворе что хотела рассказать вышла с дома на остановку когда ехала на йогу что такое эти нас тут по мусоркам эти говорю ходят эти не скажу бомжи но люди которые ходят по мусоркам да наши бомжи наверно у них нету дома возможно его езду и как-то я на него смотрю на меня другой был я на него на бочках еще было блин как-то жалко человека что ли денег дать я не всегда подаю есть люди которые собирают там на бутылку или на наркотики не знаю а тут видно что человек ну ищет еду и между моего печенья уже думаю может брать с собой вот что если я приготовлю там два кусочка в пакете кидать маленького встречу это и денег у меня не было у меня было 20 евро только тоже шнику 20 евро и что-то 30 центов на хоть центы дам лично собирала подхожу к нему говорю типа вот вам деньги нужны говорю могу помочь ну что-то круче такой у меня нет спасибо и такой такой добрый вот я так чувствую людей по энергетике нужна с黄ин здесьしく они ошибаюсь по энергетике не показался очень добрым и светлым человеком потому что значит он не сказал он не стал что мало ли там здесь но узко всеми на раз спасибо он сказал что там вот сэто добрый человек не каждый такой там добрый человек готов помочь что мне сказал что быть у всех у нас есть проблема вот поэтому как бы даже по-своему его жизнь не устраивает который он ведет да может и свое время ему стоило тоже найти работу не смог и найти поэтому принял такое решение жить вот так да разу три мне сказал что я добрый человек но я конечно не всегда бывает добра еще раз хочу заметить вот но денег отказался категорически и вот я почувствовала вот от него вот такую вот доброту найти не не потерянность не удрученность не грусть что вот я такой бедный несчастный вот а реально какую-то поддержку знать такую духовную он сказал что у всех у нас есть проблемы независимо беден ты не беден богат или не богат поэтому не падаем духом держимся друг за другу за дружку любовь и добро спасет мир я надеюсь могла немножко на йоге обстрагироваться готовлюсь к любому эфиру буду готовить обед в первую очередь и посмотрю как проводить прямой я вчера немножко смотрела надеюсь все у меня получится сниму себя красавицу в спортивном виде взяла в руки пошла сильный ветер думаешь мне улетел в леггинсах мальчики красота чтобы не есть только сколько я ем тогда точно быстро скину эти несчастных 5 килограмм что она мне вот висят на бедрышках так я одна дома пока могу поднимать себя красавицу и знаете что я решила что будет прямой эфир все-таки здесь я муж попрошу чтобы он лег спали как раз после обеда сиеста прилег покажусь вам единственное что шла вот у нас такая петра в ладогоне что плитка да обряпалась видимо нет как бы уже подсохла то есть идешь сухая плитка на какая-то плитка вот такая и под ней лужится с водой я вечно плюху это уже раз десятый я вот так заряпывают ноги подсохла тоже стереть а если джинсы стереть в эту сразу видно немножко позаляпывались эти кроссовки ничего страшного лично такая красота сейчас покажу вам дорогого драконовое дерево муж пересадил сегодня он смотрите драконовое дерево которое я вам показываю большие деревья потом покажу еще раз чтобы знали вот это я даже не знала что драконовое дерево потому что такое кактус у нас растет а это типичное растение такое анаги мягенькие такие эти штучки я говорю мужу гриме это будет мало вместе он говорит ты не видел как они растут между двух камней то есть для них в идеале конечно было повыше да вот так что было земли ну вот столько у нас земли получилось и он поставил на стуле говорю ты возьми чем-нибудь прикрой то что-то будет на табуретку поставил приходит какой бумагой потому что мало ли какие останутся следы на табуретке то взял такую красивое полотенце даже не знала что у нас есть в наличии такая салфетка с бабочками короче а-ля весна а-ля весна у нас да и погода переменная влачность дождей нету но вот такой что-то непонятное дует ветер серо все серое я не скажу уныло где-то и солнце может выскочить ну вот такая погода непонятная ну что покажу что я купила купила фарш котлеты купила хлеб надо было конечно купить его заранее чтобы он был тёрстый у меня будет свежий хлеб сейчас так пол не знаю успеем помыть в идеале приготовить еще помыть полпу хотела вообще встречаться с подружкой сегодня но я игорь у меня на прямой эфир говорю говорю людям пообещала говорю не могу подвести не могу подвести людей поэтому видите вы меня прийти эти даже подружки отказала все для вас надеюсь кстати я вчера читала много информации что на полочку это разрешение на эти трансляции но я искала я не поняла как надеюсь что все будет нормально я запланировала этот прямой эфир со вчерашнего вечера посмотрим что я купила что я 10 евро потратил фарш самое дорогое фарш что-то семь с половиной евро вот за килограмм так вот кстати дешевый хлеб впереди ну вообще вот такой батончик стоит 40 50 центов маленький то есть в этом плане хлеб меркадонис взяла молоко естественно хлебушек и майонез вчера потому что использовала последний как бы в принципе мы майонез не едим но так как я делал этот оливье да и в этом оставался три ложки но я использовал для печенья пишите в комментариях вы используете майонез печенье мне потому что это зачем намного вкуснее получается попробуйте попробуйте мой секретик короче купила майонез на салат все все разобрала это положу в холодильник сейчас кстати шлубника невкусная вот я покупала ем по по 3-4 штучки не сладкая хоть тоже с уэльве как-то я брала неделю назад было сладкой даже две это все равно не вкусно надо сахаром есть тоже первым делом надо пропылесосить без 22 облилась она пропылесосит сходить в душ и становиться убирать потому что мы ходили в лес я то свои персовки помыла муж такая тракторная подошла ведь ведь видите кошечка наш да а я свои вчера помыла с губкой то у меня чистый все эти можно поставить шкаф до следующего раза и пока я тут это шкафу мебели о мебель обувь свои укладывала она любит по шкафам ладится услышала стук пока я тут ставила на место свои кроссовки и тут оба тела куча эти босоножки кроссовки балетки еще кроссовки валенки ищу кроссовки мы сынушки паркинг обуви я люблю обувь тут у меня еще эти здесь обувь вот такой туфли я не ношу вот видите вот такие магазины на каблуках там у меня не востребовано так не видно на полу тут как тут на пола уже и поела и дела сделала довольно так мы накрыли стол обед мой шикарный обед котлетики котлетики пожарил пирожечку доедаем все последнюю оливешечку мужа порция если только две котлетки положил то что видите большая это порция оливье надо едать все его допить яблочный сок всем наиприятнейшего нашего русского белорусского украинского короче нашего славянского аппетита обеда что закончился прямой эфир так сказать мой первый вертикальный стрим на ютубе всем огромное спасибо что вы пришли поддержать на самом деле я не ожидала я думаю ну если хоть три человека придет проведу проведу эфир как надо как говорится настоящий певец даже ради трех человек выйдет на сцену и выступит так и я делюсь своими впечатлениями я очень переживала за техническую часть так и получилось что когда ты первый раз включаешь этот эфир вроде он был у меня запланирован вроде я все выставила и он начался да я с вами так мило долго общалась час час сорок пять это получилось да у нас и одновременно пострела 900 человек смотрела эфир заходила выходила и одновременно максимальное число было 64 человека на которые смотрели в этот момент и что хочу сказать монетизация это была отключена почему-то на ютубе так случается когда ты вроде выставляешь и и подключающие монетизации все вот это но была выключена монетизация да и поэтому с этого эфира ничего не заработала сейчас возможно что то смогу заработать за вот эти просмотры которые будут после эфира правда жизни правда жизни блогера ютубера когда ты первый раз что-то делаешь или даже не первый раз и технические эти непонятные штуки ну да ладно самое главное что мы пообщались что у нас получилось я переживала вначале немножко нервничала две минуты никого не было никто не придет что я буду делать одна что я буду делать одна с кем разговаривать с котом буду разговаривать с котом но потом люди стали присоединяться и место вот так уже спокойно на душе и думаю сейчас все пойдет как по маслу и мы хорошо пообщались еще раз говорю огромное спасибо за ваше время что уделили мне время чтобы были активно что писали комментарии вопросы интересные вопросы я не ожидала что вы столько вопросов и таких разных разноплановых до вопросов и я на них на все постаралась вам ответить видите как я начинающий блогер да стример я считаю что я очень хорошо достойно провела свой первый стрим активно отвечала и переключалась уже в конце немножко уже запуталась смыслами где что куда игру смотреть в одну точку тоже тяжело начинает кружиться голова например не лично не знаю как у других блогеров что по восьмого я поотвечала на комментарии которые написали в личные сообщения да за поздравления всем спасибо за ваши поздравления очень добрые слова и что пойду наверное пить чай на камеру сказали не есть не буду больше есть на камеру пойду попью чай с печенью со своим и надо протереть пол протереть пол и буду переодеваться потому что к я с вами сидела разговаривал мне было жарко потому что я переживала поэтому конечно же уровень гормонов тестостерона моей крови увеличился и мне было не холодно а сейчас уже буду переодеваться в свою теплую пижамку если я почувствовал прям настоящим крутым блогером отвечала на ваши комментарии перенапрягла шею потому что у меня шестихондроз я ее перенапрягла потому что я была практически два часа в одной позе да и началась кружится голова пошла мыть полы сделала массаж шеи пошла мыть полы немножко отпустила да все еще раз надо двигаться во время стрим чтобы не было мне так потом плохо еще раз всем огромное спасибо хотела сказать что она стриме была моя подруга ирина я вам не представила все поняли что я ее знаю мы с ней вместе работали в магазине и лимана об этом я говорила и была моя подруга рамля то есть два близких человека были на стриме которые меня хорошо знают и меня поддержали им огромное спасибо если они смотрят это видео потому что я знаю что ира скорее всего смотрит каждое видео а рамля через видео мы с ней обсудим обязательно это все в среду встречаемся с ней но пока буду еще с вами буду садиться монтировать видео без пяти десять хочу пораньше лет спать потому что я реально подустала много энергии у меня ушло на мой первый стрим не скажу что я прям сильно волновалась переживала не без этого старалась короче все успеть и все сделать и ответить на ваши все комментарии у меня все получилось я думаю что следующий наш стрим перенесем на час позже потому что не все с испании меня могут увидеть а хотелось бы чтоб тоже меня увидели поэтому я думаю ну вот для беларуси россии украины это будет 9 вечера а для испании это будет 6 кстати сейчас может следующие выходные придут время и не так будет нам это проблематично посмотрим должны перевести часы обратно у нас теперь уже будет два часа тогда разницы с минском с москвой и сейчас с мадридом по-прежнему все буду общаться с вами всем огромное спасибо что есть у меня я у вас за вашу поддержку за вашу активность или на моем стриме обожаю вас за это обожаю мои самые лучшие все всех люблю всех обнимаю всех целую всем хорошего до скорых встреч пока пока пока